Новый год, новая колда, трейлер бьет рекорды по лайкам, а Кондри больше не пидор. Ну, для меня он больше не пидор. Наконец показали трейлер, и к счастью он оказался атмосферным, в нем чувствуется вторая мировая, на фоне играет симфония скорбных песнопений Хенрика Гурецкого с прибавкой главной темы первой колды, а не ебучий дабстеп как в Бэттлфилде. Хотя тут даже не надо гадать, какое музыкальное сопровождение в трейлере понравилось основной аудитории больше, то есть детям. Хотя странно, я видел множество комментариев, где колду хотят за переизбыток экшена, но трейлер им кажется унылым. Впрочем, типичная русня в своем репертуаре. Вроде бы кажется, что повода для хейта новой колды нет, ведь футуризм убрали, графу подтянули до уровня Бэттлы. Эм, эм, нет, сделали лучше, чем уровень Бэттлы. Но, блять, хейтеров-то не остановить. С каждым годом их доводы и аргументы становятся все тупее и тупее. Видимо, каждый год интеллект самих хейтеров падает на несколько десятков процентов от их первоначального IQ. Теперь перейдем к главному. В прошлом году, после выхода трейлера Великолепный Infinite Warfare, я делал видео, где читал и обсуждал комментарии пользователей под русскоязычной версии трейлера. Подумав, я понял, что делать это второй раз смысла нет. Все равно же большинство из хейтеров не имеют своего собственного мнения, а заимствуют его у других ютуберов. Поэтому я пришел к выводу, что лучше сразу начать с них. Так что, давайте приступим. Так, что же у нас тут по мадакам ага по дармности нет. О, шифтсо! Ну, 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 давай, давай, начинай. Спонсор видео, онлайн-магазин игр. Аааа, реклама! Она интересна с точки зрения мимификации Кевин Спейси, этим можно брать и обмазываться Поезд дел бум, Марс вечен и все такое Знаете, как говорят, есть факты, высосанные из пальца Они тут тоже есть А еще есть мемы, высосанные из пальца И если убогая озвучка Black Ops 3 и ее поезд, а также этого пухлеша Очень можно считать это нормальный мем То Марс вечен и особенно Кевин Спейси Я не могу считать это за мемы Сука, человек стал мемом из-за того, что он популярен И то, что он был одним из главных героев в колде Жесть, ну ты даешь Всю жизнь я находился в изоляции от других шутеров Я играл только в Call of Duty и я любил ее Я могу сравнить себя с северным корейцем Который всю свою жизнь жил при династии Кимов Исповедовал идею Чучхи И тут однажды он увидел свободный демократический мир И вот вы представляете, что такой чувак есть И как же сильно он охуел Так же сильно и я охуел впервые своими глазами Увидев Battlefield Я не мог смириться с той ложью И единственное, чем я занимался все это время Это просвещением обманутых Бля, какую же я муть загоняю Давайте лучше трейлер посмотрим Ну по иронии, эта муть отражает действительность А вы мой просветитель Вот если у вас такой крепкий стояк На бом-бом, пиу-пиу Почему разрушаемость принципиально Не хотите тогда развивать в ваших играх Любая Call of Duty принципиально не имеет никакой разрушаемости В смысле не имеет разрушаемости? Скриптовые сцены, где можно сломать стену или здание давно есть в этой серии Они такие же скриптовые, как и разрушаемость Battlefield Только там ее количество больше И то в мультиплеере Ибо в мультике колды разрушаемости нет Ибо игра совсем другая Ибо Это не унылое говно с огромными картами и гемпи Завали ебало! Короче, реальная разрушаемость наподобие первого Крузиса нам долго еще ждать по одной простой причине Консоли Вот я перехожу к техническому моменту игры Вы, да, можете менять сеттинг Скорее всего, вы даже сделаете неплохой одноразовый сюжетик Про четких американских пацанчиков И как они спасли весь мир Но уверены ли вы, что это не будет та же самая колда На том же самом колхозном движке Где мы все угорали от убожества физики стрельбы Квадратных колес, стен Кстати, про движок надо будет отдельное видео записать Неужели они снова сделают обыкновенный тир Где ты один в поле Раскидываешь рот Убст на неполноценных искусственных интеллектов Сильнее всего я не хочу видеть нелинейность сюжета Да, вы не ослышались Я не хочу видеть много сцен Я хочу одну, но полноценную У меня ожидание, что сначала будет Нормандия Потом где-нибудь в Италии Потом где-нибудь в Германии Да, когда-то это было круто Когда было много точек конфликта Но сейчас это уже приелось Либо вы делаете несколько точек конфликта Но полноценных историй Как в Battlefield 1 Да, но полноценных историй Как в Battlefield 1 Либо делаете одну, но досконально прорабо... Ну ладно, я этого делать все равно не буду Зачем я распинаюсь В Infinite Warfare сделали Но тебе же похуй Правда Нельзя не заметить, как сильно вдохновились Activision трейлером Battlefield 1 Еще бы! Неужели в этом мире есть хоть кто-то, кто в прямом смысле без мурашек его смотрел? Это я! Тот самый человек И я не один такой Так как все зависит от уровня ожидания Хайпа и предвзятости Вкратце Если ты, например, ждешь игру То даже от среднего трейлера у тебя будут мурашки А если ты ее заранее хейтишь, то... Мурашек нет Все просто Однако у меня резюмируется вполне уверенное мнение, что это лучшее, что нам показывали за последние пять лет Я с алмазной точностью могу сказать, что это не будет хуевая игра, которую мы будем выстебывать следующий год Ну, господин... Это скорее уже от вас зависит, а не от игры В общем, вот и конец этого ролика Даже не знаю, спросите А хули так мало? Да просто комментировать там нечего Половина видосов это дебильные шутки и подробности об игре, которые нам не интересны Остальная половина это обыденный бред, на который уже обращать внимание не стоит Одно радует В этом году, я надеюсь Он не будет проходить первую миссию три часа, вглядываясь в каждый пиксель И орать на презентации игры сразу же после ее распознания Блять, это Call of Duty, сука! Я же сказал, что графики нет, это Call of Duty Графики-то нет, это да Ну, для дополнения хочется затронуть еще одного автора, на которого я тоже положил глаз Приветствуем, Хикаро Всем привет, с вами Хикаро Хочу поделиться с вами, пока не остыло, мнением о вчерашнем анонсе новой Call of Duty Call of Duty также решила вернуться к теме войн прошлого А конкретно, ко Второй мировой войне Вряд ли поводом к разработке Второй мировой стала именно негативная реакция игрового сообщества По отношению к прошлогодней Infinite Warfare Все-таки такие игры делают по несколько лет Поэтому за год они бы просто не успели ничего сделать Однако этот негатив мог стать неким катализатором, ускорившим работу именно над этой частью, чтобы выпустить ее именно в этом году Если они вдруг до этого собирались ее выпускать в последующие годы, кто знает Действительно, кто знает? Я думаю, любой, кто хоть как-то компетентен по поводу Call of Duty Давайте я вам объясню еще раз Каждый год выходит новая часть игры от одной студии, их всего три И после того, как студия сделала свою часть Call of Duty, она начинает делать следующую и выпускает ее через три года В 2014 году вышла Advanced Warfare от Slashheimer Games Прошло три года и вот... Опять они! Это означает, что World War 2 должна была выйти в этом году в любом случае Анонсирующий трейлер не утопили в тонне дизлайков Народу более-менее понравилось это возвращение к истокам Более-менее? Сержант Графоне на уровне и вообще Battlefield RIP BF RIP Как некоторые отметили в комментариях под трейлером Ну и действительно, кадры сменяют друг друга так быстро, что ты не успеваешь осознать, что вообще на них находится Ну ты чего? В Батлее же все еще быстрее было, там еще и дополнительная цветокоррекция была, и множество пререндеренных сцен Не путайте in-game engine и in-game footage, друзья И порой они выглядят действительно как возвращение к истокам, вот только истокам технологическим Сдем мой ролик о движке колы Хотя не надо забывать, что это все-таки Call of Duty, это попкорновый экшен И даже в рамках Второй мировой войны он не избежит некоторых бравадных крише Некоторых спорных моментов Но это все равно лучше тех картонных футуристичных миров Тех немотивированных персонажей из последних частей серии Бла-бла-бла, объективность, где же ты? Также напишите, как вам вот эти стоп-кадры из трейлера на вид Мыльно, ведь большинство стоп-кадров были сделаны в движении Да еще и качество урезано Ладно, я вставил тванытика с таким пафосным, эпичным и грубым голосом Только для того, чтобы увеличить длину видео Что ж, пора заканчивать Хотя нет, еще кое-что Жидатели российских локаций, Сталинград, например Роль России во Второй мировой, конечно же, была огромной Но что же касается кампании, то она Сосредоточена на событиях к западу от Германии А будут ли русские в сюжетной кампании? Русских в кампании не будет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но русские будут в мультифорте Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин